путина надо всегда показывать прежде всего для жителей россии что россия очень сильно так как он не может показать реально он показывает это на поле дипломатической войны это дипломатическая война это продолжение вот этой военных маневров который путин затеял возле границы с украиной понятное дело что он побаивается и сша и нато но при этом он хочет показать что может каким-то образом влиять на мировую повестку дня путин проиграет на мировой арене по этой причине он пытается вот такой дипломатической войной показать что россия сильная да действительно не может вести реальные санкции против сша против европы по этой причине он занимается тем что высылает дипломатов арестовывает ищет шпионов классический вариант попытки оправдать свои действия не больше не меньше фактически на сегодняшний момент россия взяла в оборот ту методику которую использовал ссср армия ссср была такая политика когда высылали дипломатов запрещали мало того очень сильно контролировали дипломатов но прежде всего из капиталистских стран и считалось что благодаря этому ссср очень сильная надежная великая страна ну последующая история показала что вот эта политика дипломатических войн заводит всегда тупик есть большой риск что и россию это заведет скорее всего все эти дипломатические войны которые мы сейчас наблюдаем между россией мировым сообществом закончится тем что россия превратится в мирового изгоя когда действительно нормальные страны откажутся иметь отношения с россией когда фактически россия растеряет всех своих союзников даже полусоюзников когда жителям россии будет очень неудобно ездить даже туристические поездки за рубеж и когда фактически мы будем наблюдать стагнацию россии так само как это происходило во времена ссср понятное дело что политика путина это политика агрессии политика запугать политика показать но так как россия не может с экономической точки зрения показать успехи она показывает успехи на поле дипломатической войны она считает что выславший дипломатов она тем самым показывает свою силу скорее всего она показывает свою слабость и невозможность решать с россией нормально международный вопрос это проблема россии по поводу эскалации вокруг украины нужно сказать что главными ее причинами являются в первую очередь это обострение отношений между россией и соединенными штатами но в целом между россией и западом то есть европой и соединенными штатами поскольку у россии на сегодняшний день очень много проблем которые они хотят решить в диалоге западом западный диалог не идет и последнее что остается российскому политическому руководству это попытка пошантажировать запад через вот такую силовую эскалацию является ли это демонстрации силы или действительно намерением каких-то агрессивных военных действий на территории украины сложно сказать здесь несколько сценариев которые рассматриваются в том числе сценарий и полномасштабного вторжения хотя его риск пока что в невысокий скорее всего либо закончится деэскалации то есть это будет только демонстрации силы чтобы выйти на какие-то переговорные позиции с западом и мы видим что байден уже позвонил путину и предложил встретиться и это в принципе является таким себе можно сказать началом их диалога либо россия может пойти дальше и совершить какие-то ограниченные военные операции на территории украины с тем чтобы опять же оказать давление на запад и склонить его к переговорам и соответственно а саму украину к политическим уступкам по минским соглашениям переговоры по которым уже ну считайте год находится ну чуть меньше года находятся в тупике то есть по сути мы сегодня говорим о попытке российской федерации выйти из в целом международного тупика в котором они оказались и попробовать договориться с западом но теперь уже через такие как бы силовые акции и действительно ситуация очень сложная поскольку со своей стороны украина тоже рассматривает несколько вариантов того что происходит один из главных это то что россия может действительно ударить на линии разграничения либо со стороны крыма сейчас наиболее уязвимое и рискованное направление это либо линии разграничения на донбассе либо юго-восточные части юго-восточные направления со стороны крыма поскольку действительно полуострове очень сложная ситуация с нехваткой воды для орошения земель и это один из потенциальных участков возможного наступления российских войск если вдруг такая ситуация до такой ситуации дойдет я считаю что нужно рассматривать нынешнюю эскалацию все-таки с точки зрения международной политики то есть это попытки российской федерации выйти на новый формат взаимодействия с соединенными штатами с западом чтобы они приняли приняли россию как равноправного партнера в этом мировом порядке с закрепленной сферой влияния и эту сферу влияния они видят в том числе в украине то есть их сфера влияния как считают в москве это расширенная периферия вдоль на территории бывшего советского союза и это собственно их главная цель то есть склонить запад к уступкам к признанию россии в международной системе и склонить украину к политическим уступкам в минском процессе